Приветствуем вас, дорогие родобельцы! На День города вышел праздничный выпуск «Червоного костричника». С первой страницы начинается... Виншаванье. Виншаванье. Никто, наверное, никогда не вдумывался в суть пафоса и поздравлений. Пусть во всех домах звучит звонкий детский смех, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и надеждой на лучшее. Допустим, я тебя поздравляю и говорю, что пусть у тебя будет надежда на то, что у тебя будет крепкое здоровье. Не желаю вам лучшего, а вот надеетесь. Что будет лучше. И, в общем, здесь подписан Р.А. Глушко и О.В. Таргонский. А кто это такие? Мне вот что интересно, почему их двое под одним поздравлением подписаны? Ну, они на своем коммутаторе нажали кнопку в кабинете. Кому там? Светочка? Валентина. Валечка, там нам нужно поздравление, поищите в интернете, пожалуйста, что-нибудь красивое найдите нам. Так а что каждый не мог найти себе отдельное? Так а зачем? А за что тогда платить в Роши секретару? Так, еще одно почитаю. Дорогие октябричане, от всей души поздравляю вас Днем города с праздником, который традиционно отмечается с особой любовью. Пусть этот праздник послужит дальнейшим импульсом для вдохновенной работы, для реализации экономических планов и перспективных проектов на благо родного края. 25, опять 25. Нам желают не отдыха, а труда, работы. Во всех пожеланиях звучит, что вы должны пахать. Трудиться, трудиться и все. Причем, что это наивысшая светлая цель, которую может вам подарить государство. Да, раз в год поглядите на салют, а дальше все. А дальше работайте. Работайте и все. Желаю октябрскому стабильности. О, а что, ее нету что ли? Какой такой стабильности он желает? У нас все стабильно. Уважаемые соотечественники, от всей души поздравляю вас с Днем города. Этот праздник объединяет людей разных поколений и совсем юных, и уже достаточно зрелых. Трудом рук. Трудом рук. Трудом ног. Трудом ног. Хорошо, что вы обозначили, чем нужно трудиться. Упорством, мужеством. Мужеством даже. Мужеством, это героично. Упорством и талантом жителей строятся дороги. Мы видим, что слово расходится с делом, потому что трасса на Руск проедьте сами. Ездили на Руск, но там... Это как раз на Минск. Если депутат проезжает, член Совета Республики... У войны лучшие дороги были. Должна была почувствовать как там того. Искренне желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемого запаса бодрости и энергии, уверенного взгляда в будущее, настойчивости в достижении поставленных целей, успехов, стабильности наконец-то. Правильное слово. И благополучия. На самом деле стабильность для меня слово пошлое. Уже прекратите его употреблять, потому что никто не верит в эту стабильность. Замените его чем-то другим. Как нужно построить пожелания, чтобы не закрадывались сомнения? Ну, желаем хороших зарплат, желаем, чтобы никаких переработок на работе не было. Чтобы по норме люди работали и не напрягались. Чтобы отличные пенсии были у пенсионеров. Чтобы на детских площадках не курили, не пили. Желаем отмены субботниковым. Отмены субботниковым. Отмены налога на тунеядцев желаем. Желаем, да. Желаем, чтобы прорвало нефтью. Везде в каждом огороде. У нас возникло такое ощущение, что поздравления были из каких-то заготовок, содраны с интернета, например. Ссылочек, заготовочки, поздравления. Поэтому мы желаем нашим начальникам, чтобы они проявляли больше творчества. Искренно. Все, спасибо за внимание. До свидания. До свидания.